Всем привет, дорогие друзья! Это канал Технобар Плюс. И сегодня я этим видео продолжаю рубрику по моему методу игры в лотерею, друзья. И вчера, давайте посмотрим, вчера я ставил ставочку, ставил два поля. И какие же номера выпали в тираже вчера. Я поставил номера в лото максимум 5 и 45. 24, 32, 41, 43, 45. Друзья, внимание, выпали номера 10, 11, 23, а я поставил 24, 25 и 44. Я поставил 43 и 45. Как вы видите, все очень рядышком. Но все-таки, друзья, я вам хочу сказать, что во втором поле сыграли такие два номера, друзья. Но вы теперь посмотрите, какая штука. Я поставил номера 11, 17, 20, 22, 25. Выпали номера 10, 11, то есть рядышком со всем. Вместо 17 достаточно было 10 поставить. 23 я поставил 22, друзья. 25, ну 25 сыграло. И 44. Как вы видите, из последнего поля, из первого мнения я поставил 43, 45, а выпало 44. Все. Вот буквально плюс-минус один, друзья. Я считаю, с помощью этого метода, конечно же, увеличиваются шансы на успех. Проверяем этот билет. И, как вы видите, 15 гривен, и тем не менее, сработал. Билет выигрышный. Билет я, естественно, что буду получать. Ну, за вычетом налогов 12 гривен получается. Но, тем не менее, поле стоит 10. Выиграл 12 гривен. Две гривны еще в наваре. Ну, это такое, как говорится. Давайте, друзья, теперь сделаем на сегодняшний день. А сегодня у нас на минуточку 16 декабря, четверг. Выигрыш зачислен. И смотрим еще раз, исходя из наших тиражей, выпали числа. Давайте их сразу же, друзья, и запишем. Выпали числа 10, 11, 23, 25 и 44. Как на мой взгляд, кстати, друзья, метод рабочий. Нужно просто немножко подумать и следить за тиражами. Как вот, скажем так, разворачиваются события и подстраиваться под них. То бишь, составлять свои мнения и, опять же, ставить ставку. Но ни в коем случае не на крупную сумму ставить, друзья. Хотя, честно говоря, вот исходя из этого последнего, я думаю, что, в принципе, если бы я сыграл по системе и поставил номера 43, 45, ну, уже было бы интереснее. Хотя бы по системе на 6 или 7 номеров. Кстати, друзья, пока не забыл, подпишитесь на канал, прожмите лайк под этим видео и оставьте свой маленький комментарий. Друзья, многие подписчики у меня спрашивают, как с вами можно связаться, чтобы хотя бы расчеты какие-то получить. Друзья, я отвечу на ваши письма. В сведении о канале есть моя информация, то бишь, мой имейл. Присылайте свое мнение, свою лотерею. И по этой лотереи 3 последних тиража. Ну и укажите, где какой последний, естественно. Я анализирую 3, ну, можно 3-5 тиражей. Я анализирую эти 5 тиражей, приблизительно посмотрю, как это все дело выглядит. И пробный, пробный, скажем так, из трех полей я вам сброшу вариант. Опять же, в ответ на почту. Друзья, пишите. От вас требуется только подписаться на канал, поделиться с друзьями, интересующимися эти лотереи, числовой, этим видосиком поделиться. И, собственно, поддержать лайком и комментом. Итак, друзья, опять же, ведем расчет. 11-10, единичка у нас. 23-11, 12. 12-1, 11. 25-23, двойка. 12-2, десятка. Тут единица. 11-10, единица. Так, здесь у нас идет 19, 44-25. 19-2, 17. 17-10, семерка. И 7-1, шестерка. Итак, шестерку саму на себя. Во-первых, 6-12, 18-24, 30-36. Далее. 7-1, 8. 8-16, 24-32, 40. То есть, в наш диапазон помещается от 1 до 45. Дальше уже идет 48. Ну, соответственно, не получится уже. Оно не попадает в наш диапазон. 21 плюс 17 будет 38. Если я прав. Да, 38. Далее, друзья, 20 плюс 14 равно 34. И теперь, друзья, смотрим, что же у нас получилось. Ну, вообще, я вам хочу сказать, исходя из предыдущего метода, оставил я его, как вы видите, цифры, которые я поставил. Они изначально по одному методу рассчитывались. Потом я немножко видоизменил посредством сложения трех чисел. Давайте посмотрим, как здесь обстоят дела в этой схеме. Но, опять же, я, как обычно, выделю наш треугольник характеристического числа. И основная цифра здесь идет, характеристическое число 6. Далее, друзья, что мы делаем? Смотрим сразу же. Так. Так, так, так. Что у нас и где совпадает? Во-первых, смотрим сразу, совпадает ли с основными числами что-нибудь. Десятка, 10, 11 и 12. Вот я уже вижу, рядышком стоят 10, 11, 12. Так, есть такое дело. Далее, 23. 23 и у нас есть 2 по 24. Так, есть. Значит, их будем вставлять уже в расчеты, друзья. 2 по 24. Дальше идет 25. Ну, кстати, и 25 взаимосвязано с 24. Дальше. Смотрим здесь. 44. Но 44 ни с чем не дублируется. Возможно еще предположить, что это число повторится. Тут у нас 32, 38, 40, 36. 32, 30. Тут как бы какой-то взаимосвязи я не вижу особо. 44 я предположу, что оно повторится. И сразу же его вынесу как в итоговое число, которое я буду ставить. 44. Итак, друзья, рассчитываем дальше. Сыграл, кстати, метод, как вы можете видеть, сложение трех чисел. То бишь, 22 я получил, 9 плюс 12, это 21, и единица 22. 22 у нас, смотрим, выпало или нет. Смотрим, друзья. А у нас выпало 23 и 25. То есть числа, которые выпали рядышком. 22. А какие у меня совпали числа? Посовпали, друзья, у меня числа 11 и 25. Как я получил 11? Дальше. 15. Так, получается, далее. 1 плюс 1, 2. И 9, 11. Так и делаем по этому методу. Смотрим. Единица, опять же, плюс семерка. Единица плюс семерка. Вот таким образом соединю. Будет 8. 8 плюс 19. 27. Так. 27. Вписываю число. Сразу же. Есть такое дело. Далее, друзья. Единица плюс семерка плюс 19. Будет 27. И потом идет у нас 19 плюс единица и плюс единица. То бишь, 20, 1. 19 плюс единица и плюс единица. Будет 21. Так. Как вы можете видеть, друзья, вот в предыдущем тираже, когда я ставил, у нас, скажем так, получилось. То бишь, единица плюс 1, 2. И 9, 11. 11 у нас и выпало. Но еще, друзья, выпала и десятка. Десятка. Десятка у нас была рядышком. Смотрите. Еще у меня есть одно предположение, что, ну, во-первых, 11 выпало и оно у нас является характеристическим числом. Это раз. Во-вторых, вот 9 плюс 1 тоже выпадает, получается 11. 9 плюс 1, 10 и 1, 11. Вот таким еще образом. Но, друзья, идем дальше. Дальше считаем, а у нас выпало помимо 11 еще и число 25. Как же мы получили 25? А 25, друзья, мы получили вот таким образом. 15 плюс 1 и плюс 9. То есть 16 плюс 9, 25. Так же сделаем и сейчас. То есть у нас тут на месте 15, 11 плюс 7, 18 и 19 будет 37. Вписываем 37. Так. Есть такое дело. И тут же сразу же расчет ведем. 11 плюс 7, 18 и плюс 19, 37. 17 плюс 1, 18 и 1, 19. Друзья, ставим число 19. Итак, у нас уже образовалась первая пятерка, друзья. То есть эти числа, в принципе, я однозначно уже буду ставить. Такие числа, как на сегодняшний тираж, на 16 число 44, 27, 21, 37 и 19. Идем дальше, друзья. Совпали у нас еще числа такие, как 2 по 24. Но, опять же, мы работаем по схеме, как вы уже помните. 24 плюс 24 и плюс 24. То бишь, берем их за единицу. 25, 26. То есть число 26 еще у нас добавляется. Дальше, друзья, больше, в принципе, ничего нигде не задваивается. Но, смотрите, получается, что характеристическое число у нас шестерка. Смотрим на предыдущий тираж. Как это все выглядело. Во-первых, выпала десятка. Вот. То бишь, 11 наша выпавшая. И минус 1. Еще вот так можно попробовать, друзья. Смотрите, 1 плюс 1 равно 2 и плюс 9, 11. И оно у нас выпало. И минусуем 1. То бишь, вот таким образом. 1 в этом тираже плюс 7, 8 и плюс 19, 27. А мы выставляем на одно меньше. Значит, что 26? В принципе, число наше попадает. Вот оно мы выбрали. Наше 26. Вот оно есть. Его я буду ставить тоже. Идем дальше, друзья. Дальше. Значит, 23. Каким образом? Давайте проанализируем. Каким образом все-таки выпало 23? И я его не поставил. Я поставил 22, но не поставил 23. Точно таким же образом, смотрите, друзья. 1 плюс 12, 13 и 9, 22. И минусуем опять же 1. 22, вернее, хотя нет, тут выпало 22, да, друзья. А у нас выпало 23. Тут уже нужно добавлять. То бишь, 1 плюс 1 равно 2 и плюс 19. 21, а мы еще на единицу добавляем, друзья. То есть попробуем вот такую схему. Это, кстати, уже как бы по-новенькому я распределяю числа. То бишь, 1 плюс 1 и плюс 19 у нас равняется 21. Но мы еще добавляем, исходя из предыдущего тиража, чтобы получить, допустим, 23 надо было. Я вот 21 и плюс 1 равно 22. То есть число 22 я однозначно тоже буду ставить. Теперь, друзья, может еще такой вариант быть, что связанное с 24 число, оно идет у нас 23. Это самое ближайшее. Может выпасть 23, повториться. Я предположу, что оно, в принципе, тоже может повториться. То есть я его также вписываю, друзья. Далее, что, какое еще число можем предположить? 24 минус, минус уже 24, минус 1 получается и минус еще одно 24 единицы. То бишь 23 и минус еще 1, 22. Но 22 число мы уже вписали. Итак, друзья, подведем еще один итог. Шестерка, кстати, можно его свободно поставить как характеристическое число. Есть такое дело. И можно, в принципе, поставить либо 11, либо 17. Может повториться, друзья. Как на мой взгляд, в принципе, цифра иногда повторяются вот эти еще цифры в нашем треугольнике характеристического числа. Ну, я тут вижу, что ближе тут, в принципе, хотя может повториться и та, и та цифра. Но я поставлю на 11. Добавлю сюда еще 11. Возможно повторится. То есть, в итоге я ставлю поля. Первое поле 44, 27, 21, 37, 19. И второе поле 22, 23, 26, шестерка и 11. То бишь 5 номеров. Вот. И давайте, друзья, все-таки посмотрим, проверим завтра, как у нас этот метод сработал. Друзья, напомню, что пишите на e-mail мне. Буду подсказывать без вопросов. Как бы подписывайтесь обязательно на канал. Делитесь своим мнением в комментариях. Ну, а я, как обычно, на канале Технопар Плюс. Всех обнял.